Футболистов Нансиев, у них в воротах под первое поле. И сейчас Марк Фортуна. Иначе, но потом подумал, что скользко, решил перевести его на угловой. Свеобразно разыгрывают Лионцы этот угловой. Возвращается Денарфа, который будет играть сегодня на позиции инсайда. Они будут меняться местами с Сиднеем Гаву. То есть слева, то справа будут появляться. Причем вот эта вот перестановка по позиции будет наверняка регулярной. Хорошая контратака сейчас могла получиться у Лиона, если бы удалось оставить мяч в поле как раз с Денарфа. Тоже довольно молодой футболист. Его вот всегда... Возможно, пришло время в историческом смысле. Вот, возможно, уже пришло время в развитии. Денарфа набрал скорость, убирает мяч под левую ногу. И, пожалуй, что передержал. Андрей Луис его здесь встречал. А вот Бензема набирал скорость с левую. Может быть, туда стоило, что у вице-капитана в Лионе нет. Хотя, честно говоря, наряду с Тубаланом превращается в одного из лидеров команды. Уже довольно безрассудно и безоглядно атаковать. Похоже, что все-таки реагирует, да, и опускает местных футболистов назад. За счет этого Лиона сейчас проходит очень легко. Середина пришел сюда на угловой. Мяч отбит. Борьба за подбор. Бенарфа выигрывает эту борьбу и перед ним пространство. Нужно бежать, что он, собственно, и делает. Набрал неплохую скорость. Бенарфа освобождает ему зону. Карим Бензема получает Бензема передачу от Бенарфа. Клер. Бенарфа. По-моему, Франсуа Клер вот здесь по правому флангу очень активно набирает скорость. Бенарфа пасует на выход. Барышев, Барышев. Лолан. Бенарфа. Играют команды, в общем, дельные, толковые. Назад. Леон начинает второй тайн. Я напомню, что первая половина закончилась опаснейшим ударом в штамбу Марта Антонио Фортунет. Но ничего не помогло Нанси. Даже по части старания, движения и просто заметности к Банмеру могут быть сегодня вопросы. Бенарфа нет. Он много на этом поле. Может быть, не на таком. Потому что такое нет только сегодня. И, насколько я помню, даже по последствиям нет удара по воротам. Бенарфа выигрывает борьбу за подбор. И вот сейчас бы убежать. Ну, расстаться с мячом. Вот здесь слева партнер. Бенарфа нет. Тащит мяч сам. Передача вперед. Нет положения вне игры. Но нужно убегать и забивать. Ой-ой-ой. Да, вот здесь Бенарфа с одной стороны здорово сыграл. С другой, он не сковал. Потому что был у него партнер. Действовал так себе. Кстати говоря, главный тренер Леона Ален Перен тогда... Углового флага он. Но он защитник. Ему тяжело обыграть один в один. А вот Бенарфа это уже другое дело. Пробрасывает мяч между соперниками. Давать территорию Леона. А вот сыграла так, как она играет сейчас. И сыграла удивительно для Леона. Но правда может вполне пропустить. Милан Барыш с мячом. Удар. И счет становится 1-0. Стать одним из творцов этой победы. Все-таки ошиблись. Борис из Дроссона помогает Фабио Бресса Бенарфа. Это не Ривиер. Крайний защитник Леона. Выходит вместо Бенарфа. Замена понятная. Замена тактическая. Замена с учетом того, что желтую карточку имеет Фабио Бресса. Появляется пятый защитник у Леона. Продолжение следует.